И в эту субботу, 11 ноября, в Якутске состоится открытый чемпионат города по лыжным гонкам в вечерние огни Тоймады. Гонки начнутся в 6 часов вечера и придут на местности озера Сайсары со стороны Триумфа. Ну а более подробно об этих гонках нам расскажет председатель Федерации лыжного спорта города Якутска, он же первый заместитель начальника службы спасения Республики Саха-Якутия Василий Тарский. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Ну, бодрые максимально. Бодрые. Хорошо. Скоро у нас предстоят открытые лыжные гонки. Расскажите, пожалуйста, про них. Где будут, я уже сказал. А вот в каком формате они будут проходить? Я хочу узнать. Ну, во-первых, мы ежегодно уже пятый год со дня образования Федерации лыжных гонок города Якутска проводим данные соревнования вечерние огни Тоймады. Они проводятся в 18 часов вечером. Ну, уникальность данного проекта заключается в том, что в темноте вот прожектора и светящие лампы, они дают совсем другой эффект, другое ощущение. Для лыжников вы имеете в виду совсем другое ощущение? И для болельщиков. И они, как бы, для спортсменов-болельщиков это, они чувствуют более свободно, более демократично. Единение с природой такое получается, собственно. А трасса, ну, озеро неосвещенное будет? Ну, там будут прожектора, лампы от стадиона «Юность» и спортивного комплекса «Тиреум». Поэтому будет светом уникальность. А на какое расстояние примерно? Ну, полтора километра. Это спринт, классический стиль будет. Будут участвовать по четырем возрастным группам, начиная с детей 2004 года и кончая уже юниорами, взрослыми спортсменами. Ну, приезжает, так как это открытый чемпионат, поэтому приезжают спортсмены из многих районов, спортсмены высокого класса. Вот, мы ждем спортсменов. Сейчас они проходят сбор в городе Алдан, в спортивном центре. Вот, эти спортсмены приезжают. И потом мы вот, в зависимости от дедовой переправы, проводим 11 ноября. И потом эта трасса, она останется в пользовании… Да, вообще вот с момента создания федерации, еще пять лет назад, мы перед собой поставили две основные задачи. Первая – это развитие массового спорта путем создания условий для отдыха горожан. Вот, и в связи с этим мы с помощью предпринимателей создали, ну, прокатную систему и готовим ежегодно лыжные трассы. Это вот на местности Зеленый Лук, озеро Сайсары, парки культуры отдыха и Мархе. Вот это первая задача. Вторая задача – это развитие спорта. Ну, тут мы всегда в городе Кур занимаем призовые места в чемпионате, в городе республиканских чемпионатах. И наши спортсмены, вот, выпускник детской спортивной школы номер 4, Данил Егоров, он нынче занял призовое место в первенстве России среди юниоров и выполнил модум-мастер спорта России. Также, да, Алина Максимова, Женя Сергеева, они стали чемпионками и призерами Дальнего Востока. А так, в целом, наши спортсмены, вот, уже третий год школьники нашей республики занимают первое место на Дальнем Востоке и ныне вот заняли седьмое место в командном защите в первенстве России. Я считаю, это очень высокое достижение. А спортсмены Александр Кулугин, он входит в состав сборной России, занял призовое место в чемпионате мира. Михаил Соснин, он стал призером международного турнира. В общем, республика богата на талантливых спортсменов, особенно в лыжном спорте, видно. Хотел спросить, приз, это вот чемпионат. Ну вот, да, мы каждый год, благодаря наших спонсоров, победителю, абсолютному победителю, возвращаем приз, это уходничье ружье для мужчин, автоматическое. А для девушек? Тоже есть уникальный там сюрприз, поэтому приезжайте. Девушки любят сюрпризы, поэтому будет в тайне, да? Да, совершенно верно. И расскажите, пожалуйста, а вы сами лыжней увлекаетесь давно? Да, я в детстве и юность занимался лыжной гонкой. Был и чемпионом общества, урожай в своем районе. И сейчас вот уже работая в районе, в родном, у Солданском, я там пять лет возглавлял федерацию лыжных гонов района. И сейчас вот уже в городе Якутии тоже занимаюсь. Большое спасибо вам, что встретили это утро вместе с вами. Желаю вам, чтобы в субботу соревнование прошло на высшем уровне. Я даже, думаю, присоединюсь и буду в рядах болельщиков, по крайней мере. Мы приглашаем наших горожан, гостей посмотреть по балету за наших спортсменов-блыжников. Дорогие телезрители, желаем вам удачного рабочего дня. Занимайтесь спортом.